Служение Алексея Пронкина – это служение большой и целеустремленной команды. Наша основная задача – идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Это видение мы не сможем исполнить в одиночку, поэтому мы нуждаемся в партнерах. Стань частью большого движения! Полную информацию ты можешь получить на сайте alexeypronkin.ru или по телефону 8 913 004 3209. Мы хотим быть полностью посвященными, потому что сердце поклонника – это посвященное сердце Богу. И всякая преграда, которая может возникать, мы ее должны... Почему вникаем в себя и в учения, и занимаемся этим постоянно? Потому что, вникая в себя, мы можем обнаружить, если что-то есть не от Бога, мы от этого избавляемся. Поэтому никогда не паникуйте, если вдруг ты нашел в себе что-то такое, ой, это не от Господа, это, наверное, плохо. Это здорово, что ты это нашел! Потому что это можно сразу же избавиться от этого. Правильно? Если ты это будешь годами не находить, так это будет годами подтравливать твою жизнь. Ты будешь не понимать, почему ты не способен что-то делать. У тебя там что-то гниет потихонечку, потравливает твою жизнь, и все. И ты не можешь понять, почему какой-то нехороший запах. Знаете, нужно бывает найти. Вот какая-то мышка сдохла где-то, если ее не найдешь, будет постоянно какой-то странный запах. И можно так привыкнуть к этому, что ты уже и привыкнешь к этому зловонью, а другим людям будет неприятно. Они будут приходить, не могут понять. Ты уже привык, вот есть, знаете, в каждом доме бывает или в квартире там свои какие-то запахи, да? И вот человек уже привык к этим запахам, и другой заходит, ему не очень комфортно. Но Господь хочет, чтобы мы имели благоухание, да? Благоухание написано, познание о нем. Благоухание, запах познания Бога, он приятен. Он несет жизнь. Поэтому, если, вникая в себя, ты обнаруживаешь что-то нехорошее, здорово, отдай это Господу сразу же. Это происходит через покаяние, если ты знаешь, что нужно за это покаяться. Это происходит через отречение от этого. А некоторые вещи убегают вообще автоматически, когда просто ты включаешь свет. Потому что третья преграда, о которой мы поговорим, мы поговорили с вами, первая преграда, это было страхи, да? Вторая, это гордыня. Третья преграда, это невежество. Невежество мешает полному подчинению Богу. Невежество, незнание. Вы знаете, в различных сферах мы знаем, что сейчас, наоборот, наше время, сегодня знание является очень главным ресурсом. Сегодня люди могут делать деньги на знание. Сегодня интеллектуальный труд ценится больше всего. Знаете, были разные эпохи, индустриальная эпоха, разные эпохи развития. Сейчас век информатики. Сейчас ты можешь сидеть, не выходя из кабинета, грубо говоря, и наворотить такие вещи, если ты знаешь. Можешь перечислять огромные суммы, тебе не нужно гонять и тысячи километров проделывать. То есть сейчас удивительный век. И я просто провожу некие параллели, что незнание, оно нас может очень сильно ограничить. А знание, наоборот, раскрывает огромные возможности. И также, касаясь нашего Господа, дорогие, мы невежество, незнание, может быть, такой преградой в нашей посвященности Богу, подчинению Богу. Потому что мы не догадываемся, какой Бог, какой Он великий, какой Он прекрасный. Мы знаем, что в Осии 4.6, вообще написано, в Осии 4.6, что истреблен будет народ мой за недостатком ведения. «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Тут такое достаточно строгое слово. Смотрите, за недостаток ведения мы вообще теряем способность священодействовать. Наша основа нашей жизни, основа нашего служения – это знание Бога. Нам нужно просто для себя поставить цель «я хочу познавать Бога». Понимаете, наша хвала Богу, наше поклонение Богу, наше служение Богу базируется на знании Бога. Слушайте, если я не знаю Бога достаточно, я не буду Его восхвалять. Если я не знаю Бога, не понимаю вообще воли Господней, я не буду с дерзновением служить. То есть вообще какое-либо незнание, любая форма невежества – это очень большие-большие ограничения, лимиты, потолки в нашей жизни. Поэтому давайте вырываться из своих коробок, просто разбивать эти стены, эти коробки невежества, какие-то рамки, ограничения, и на самом деле двигаться, развиваться, идти дальше. И все это происходит внутри нас. То, о чем мы говорим, это прежде всего внутри нас. И наше поклонение, наше служение Господу, оно начинается из вот этого рвения огня ревности из сердца. Все начинается из сердца и, конечно же, должно проявляться и во внешнем. Мы даже в перерыве сейчас с пасторами общались на эту тему. Как, вот с чего все начинается, и как вообще нам находить свое призвание, как нам входить в свое призвание. И потому что мы говорим, что дары различные, действия различные, но дух один и тот же. Мы должны убедиться, какой же это один дух, что же это за дух. И это дух вот этого посвящения Богу, это дух любви и желания, страстного желания служить Господу. Послушайте, без этого страстного желания, ну, можно сказать, нет ничего. Можно начать работать, форму делать, но она будет, чего-то будет не хватать. Мы смотрим, и, знаете, некоторые, ну, гонятся за формой. И я не знаю, там, меня, например, не льстит, когда там говорят, о, там клонов Кочкина много, вот там, там, в плане поклонения. И, знаете, мне это не очень нравится. Я говорю, слушайте, не надо меня в этом плане клонировать. Если хотите, заражайтесь, вдохновляйтесь в духом, внутренним чем-то, но оставайтесь оригиналом. То есть, вы понимаете, должна быть у нас мудрость, потому что что-то в этом, понятно, когда человек схватил дух, и бывает он так искренне и незаметно, он подражает и становится, ну, где-то и подражателем в каких-то и внешних вещах. Ты понимаешь, что, наверное, где-то это неизбежно. Но это не должно быть ни в коем случае целью, ни в коем случае. Потому что это так неприятно, например, приехать и пытаться, и говорит, о, он копия «ты». Не надо, есть хорошая книга, ты рожден оригиналом, не умри копией. Друзья, зачем? Кочкин, он простой человек, и все, что нас всех отличает, это просто то, что мы встретились с Господом, полюбили Бога и посвятили свою жизнь Ему, и начали служить. И у нас должен быть один и тот же дух. Но действие, проявление и твоя уникальность, пусть она будет твоей. В этом есть прелесть. Бог тебя не создавал копией. Он тебя создал оригиналом. Поэтому будь оригинальным, будь особенным. Ты такой и есть. Аминь. И не надо нам... Ну, вы знаете, бывает именно проблема в том, что от недостатка какой-то, может быть, внутренности, внутреннего чего-то такого содержимого, мы начинаем пытаться и думаем, что фишка вся во внешнем. Но на самом деле это не так. И говоря о сердце поклонника, нельзя не говорить о самом, наверное, величайшем поклоннике, царе Давиде. В честь имени его даже новозаветняя Скиния, но Скиния Давидова, она по ее принципу, Господь хочет, чтобы устоялась новозаветняя церковь. Мы об этом поговорим. Наверное, больше завтра. На третий день. Но что с Давидом все начиналось? Как с Давидом все начиналось? Давайте вспомним. Это 16 глава первой книги царств. Вы помните, эта глава начинается с того, что, ну, немножко давайте предысторию вспомним, что Господь сказал Самуилу, с первого стиха можно читать, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем, и пойди, я пошлю тебя к Ессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». То есть вы помните предысторию, Самуил очень переживал, потому что вы помните, что Бог, в принципе, через Самуила, ну, помазал Саула, Самуил служил, поднимал как бы Саула, но вот так он трагично, очень быстро возгордился. С одной крайности такого слишком смиренного и запугенного парня он быстро превратился уже в такого горделивого товарища, который себе там памятник поставил и был непослушным. И Бог его отверг. И вот Господь все-таки утешает Самуила, говорит, хватит тебе печалиться, давай, иди, я усмотрел. Смотрите, Бог усмотрел. Нам очень важно помнить, Библия говорит, что Господь, Отчи Господа, обозревают всю землю, чтобы заметить. И нам надо всегда помнить, что все начинается с нашего сердца. Некоторым людям кажется, я родился в такой стране там, или я живу в такой дыре, меня тут никто не заметит, здесь нет никакой перспективы, я такой способный, талантливый, мне надо сбежать отсюда, мне обязательно надо поехать в куда-нибудь столичный город, потому что мне надо где-то засветиться, мне нужно где-то как-то, и просто некоторые так переживают по поводу того, что вот он где-то находится, что его не заметят. Но, друзья, это неправильный путь. Мало ли, заметят тебя или не заметят люди. Вообще, хочешь ли ты, чтобы тебя заметил Бог? Если, конечно, для тебя важно, чтобы тебя люди заметили, и ты считаешь, что ты достаточно талантлив, ну, конечно, давай, езжай в Москву и попытайся выступить на конкурсе «Голос» или еще на каком-нибудь конкурсе, или «Минута славы», засветись, и стань популярным, и сделай свою карьеру, и «No problem», что называется. Просто но мы сейчас говорим о другом. Мы сейчас говорим, хотим ли мы, чтобы Бог заметил нас. И я скажу, что Бог сто процентов Он обещал и так всегда будет. Он никогда не проходит мимо, Он всегда, Его небесные локаторы обязательно запеленгуют, обязательно заметят сердце, вполне преданное Господу. Аминь. И меня это утешает. Меня это утешает, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Некоторые это место используют в негативном таком плане, что вот нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И сразу все думают о грехах. Можно подумать о хороших вещах. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Твое сердце, твоя любовь к Богу, твоя мечта. Знаете, мы начали с самарянки, с женщины. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Что только грехи ее, нет, ее грехи, это не было большое откровение. Все знали, что она шестым мужиком уже живет. Это не было большой тайной. Аминь. А вот то, что у нее в сердце была мечта узнать что-то о поклонении, это была тайна. А Бог это сделал явным. Аминь. Вообще, это сильно. Это очень сильно. Что-то в ее сердце, знаете, Бог какой, Он находит сокровище, сокрытое во мраке. Знаете, для чего нам нужно пророчество? Нам кажется, что дух пророческий, почему некоторые не любят пророчество или вообще что-то не понимают, что они некомфортно чувствуют, когда слово пророк. Потому что у нас есть такая, ну, менталитет такой, что это, вот, ветхозаветний пророк. Он приходит и постоянно там должен изобличать кого-то. И я помню, у нас был негативный опыт, что мы сталкивались с такими пророчествами в начале 90-х, даже раньше, чем в 90-е. Это было еще, наверное, 85-86, когда только мы крещение духовное пережили. Мы столкнулись с таким, были и хорошие, в смысле, пророчества, но были и такие, что мы не знали, что надо делать с этими пророчествами. Просто некоторые пророки их сосудами называли. Сосуд, он сосуд. Это там в Белоруссии, в Украине. Они говорят, и эти сосуды терроризировали все церкви. Одного, двух сосудов хватает на церковь, чтобы законтролировать и пастора, и всех братанов, братьев, и вообще. И когда я читал 14 главу Коринфянам, и Павел говорит, я хочу, чтобы все пророчествовали. Я искренне не понимал, говорю, Господи, что это такое? Один сосуд, это уже дурдом. А это все, представляете? Ну, это было просто невежество. Это не было учение, не было правильное учение о пророчестве. Сейчас я настолько вдохновлен и хочу, и мечтаю, чтобы в церкви все пророчествовали. Друзья, очень хорошо церковь движется, церковь Вифиль, Бефл, это Рейдинг, Калифорния. Эта церковь очень сильно в культуре пророческой. И если вы соприкоснетесь с ними, вы будете шокированы, как это легко и просто. Я хочу привезти детского пастора и провести конференцию у нас в Риге, в Латвии, потому что у меня вопрос, как вы научили? У них дети пророчествуют вот с такого возраста. Жена Билла Джонсона, старшего пастора, она говорит, самое сильное пророчество в свою жизнь получила, когда у меня был большой вопрос, я получила от шестилетней девочки, кто просто подошла к ней и просто выставила пророчество, и она получила ответ от Господа. У них дети пророчествуют. Я говорю, я хочу этого. Потому что из-за своего невежества, негативного опыта, знаете, какую я глупость однажды, какой я молитвой молился. Я молился такой молитвой. Это было в начале моего христианства. Господи, если ты хочешь меня использовать и хочешь мне дать какой-нибудь дар, любой дар дай, только не пророчество. Представляете? Я потом, конечно, покаялся и отрекся от этих слов, потому что это стало, может быть, твердыней. И почему? Да потому что я соприкоснулся с негативным опытом пророчества, с какими-то лжепророчествами, какой-то духоманией, с какими-то мультиками непрестанными, которые люди видят и рассказывают, и часами рассказывают друг другу эти все мультфильмы, записывают, и потом толкуют один мультфильм другим мультфильмом. И, понимаете, мы, когда с этим соприкоснулись, я сказал, избавь Господи, избавь просто от этого, понимаете, от негативного опыта. И это было таким, такой травмой детства духовной, что, представляете, из-за этого невежества, негативного опыта ты можешь себя обрезать от такого величайшего благословения, как пророчество. А Павел ничего не ошибся, когда сказал, хочу, чтобы вы все пророчествовали. Он не ошибся, он сто процентов знал, о чем говорит, но мы не знали, учения нормального не было. Он говорит, молиться на языках, здорово, я более всех вас молюсь на языках, но, говорит, в церкви я хочу, но тот пророчествует превосходнее того, кто молится на языках. Я думаю, какой же превосходнее, но я понимаю, из-за невежества, но сейчас я совершенно по-другому об этом думаю, потому что сегодня пророчествовое служение, это очень мощно, и мы должны в этом двигаться, мы можем пророчествовать друг другу, мы можем просто, знаете, просто повернуться друг к другу и высвободить слово друг к другу. Просто мы не понимаем, может быть, не догадываемся, что это пророчество, потому что мы не учимся в этом, мы в этом не движемся, мы можем просто сказать простые слова ободрения, ты подумаешь, да нет, это просто пришло слова ободрения, но, знаете, с этого можно начать учиться, просто повернуться и что-то высвободить на своего соседа. Хотите сейчас? Давайте попробуем. Прямо сейчас повернись и скажи что-то своему соседу. Ну, не религиозно, вот просто на секунду остановись, давайте полминутки помолимся, а потом повернемся и скажем своему ближнему просто вот то, что приходит в сердце. Вот посмотришь на него и скажи, и не стесняйся. Не надо сразу говорить, так говорит Господь. Просто скажи, что в твоем сердце. Да? Господь во имя Иисуса Христа, мы хотим просто высвободить слова ободрения и благословения своему ближнему прямо сейчас. И Дух Святой, спокойно ты можешь двигаться через меня во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте раздайте, раздайте свои пророчества. Сейчас повернитесь и кому-то просто скажите слова. Первая попавшая мысль, которая тебе приходит в голову, скажи. Я хочу сказать, что я чувствую в своем сердце, что Бог говорит сейчас очень многие здесь вообще все этому собранию, что мы стоим на пороге нового духовного сезона. И мы входим, Бог поднимает нас на какой-то новый уровень. И приходит реально новая глубина. Новая глубина в служении. Просто прими этого имя Иисуса Христа. Приходит новая глубина в взаимоотношениях с Богом. Аллилуйя. Слава Господу. Хорошо, друзья. Я думаю, что касается пророчества, этому нужно посвящать отдельные школы. И я верю, что сейчас эта благодать, это помазание как-то высвобождается. И я верю, что Бог очень сильно хочет, чтобы церковь была наделена этим. Я верю, что нам нужно такое наделение пятигранным служением, апостольским, пророческим духом, евангелистическим, учительским, пастырским. Это даст организму, телу Христа, как каждой поместной церкви, так и большим конгрегациям и вообще телу Христа. Потому что так говорит Писание, что через эти пятигранные дары, пять даров, церковь, тело получает то оснащение, то снаряжение и способность для роста. Поэтому нам нужно во всем этом двигаться. Хорошо, мы сейчас говорим, возвращаемся к сердцу, что все начинается с сердца. С сердца поклонника. И очи Господа обозревают всю землю, чтобы обнаружить, найти это сердце. Нет ничего тайного. Как мы оказались сейчас в пророчестве, я понял, как мы оказались там, в этой теме. Мы оказались там, потому что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И что пророческое служение, почему я заглядил пророчеством, оно имеет одну из главных целей. Это найти сокровище. Бог хочет нас сделать, вовлечь нас всех в такую большую игру, поиск сокровищ. Аминь. Знаете, Господь находит, Он даже дал нам притчу такую, Иисус, о человеке, который собирал драгоценные жемчужины. И когда Он нашел, узнал, что там на этом участке есть жемчужины, Он продал все, приобрел эту землю, чтобы приобрести эту жемчужину. Знаете, это прообраз Иисуса Христа. Он отдал все, отдал свою жизнь, чтобы и умер, казалось бы, за кого? За грешников. Ладно, за праведников бы умирать, но умер за тех, кто, может быть, даже не, вообще не оценит этим. Ведь до сих пор мы видим, что далеко не все отзываются на Божий призыв, не все спасаются, не все посвящаются, не все служат. И, можно сказать, вообще ты бы рискнул бы вообще заплатить какую-то цену за то, что непонятно, сработает или не сработает. А Господь это сделал. Написано, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Полный ноль вообще, безнадежно. То есть грязь, земля. Зачем ты продаешь все свое богатство, сокровище, чтобы инвестировать и вложить в эту землю, в этот участок? Потому что здесь есть сокровище. Этим сокровищем являешься ты. И я. И мы были под такой толщей грязи, под такой толщей греха, в земле, что... Ну что там? А Господь видит. И вы знаете, что происходит в пророческий дух? Что такое новозаветное служение, служение духа? Оно должно обнаруживать сокровище, сокрытое во мраке, и вытаскивать. Это то, что делает Господь. И то, что делает служение, новозаветное служение. Буква убивает, дух животворит. Дух, который оживляет эти сухих кости. Дух, который находит это сокровище. И поэтому нам очень важно это помнить. И смотрите, Господь подтверждает, что Он всегда это сделает. Смотрите, Он берет своего пророка Самуила и говорит ему, иди в дом Еесея. Я там запеленговал. Я... Мои небесные локаторы засекли одно сердце. Мне это радует. Я думаю, что когда в нашем сердце что-то происходит, когда Бог видит наше сердце, там эти небесные локаторы видят. Поэтому не волнуйся, что у тебя нет еще продюсера, что тебя еще никто там не раскрутил. У тебя главный твой генеральный продюсер – это Господь. Аминь. И пойми, Он точно тебя раскрутит. Так, как надо. Где надо, как надо. Поэтому не волнуйся. Конечно, ты можешь найти себе других продюсеров или сам себя раскручивать. Но это будет твое кино. А Господь хочет, чтобы ты вошел в Его полноту, в Его призвание. Поэтому пусть это нас всех утешает. Друзья, нет ничего тайного, что не сделает бы явным. Бог видит наше сердце. Поэтому, если Господь смотрит на сердце, то, что мы читаем дальше, пропуская несколько стихов. Давайте с шестого стиха. Когда они пришли, Он увидел Елеава, сказал, верно сей пред Господом, помазанник его. То есть, когда Он сказал, Самуил сказал Елесяю, собери своих сыновей. Бог избрал кого-то из твоих сыновей. Я хочу его видеть. Все собрались. И вы знаете, что все пришли, кроме Давида. Давид был младший. По каким-то причинам его проигнорировали, не позвали. Я не знаю до конца причин. Ну вот, Елеав был старший, высокий, красивый. По всем параметрам подходил под царя. И Господь, и Самуил подумал, верно этот пред Господом. Смотри, он пророк, казалось бы, да? Но, он промахнулся, но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, на высоту роста его. Я отвергнул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Друзья, это потрясающее место из Писания. Я скажу вам, оно является одно из ключевых и фундаментальных мест Писания, которые повлияли на мою жизнь. Знаете, есть такие вот особенные места, есть особенные откровения, которые, если вы меня спрашивали, вот что повлияло, как, что-то зацепилось. Это является одно из таких мест. Когда Господь проговорил мне, я увидел этот принцип и понял, что Бог смотрит и Бог мне проговорил. Знаете, когда я читал, Господь мне проговорил в моем сердце, сказал, что запомни, будь мудрым, смотри туда, куда смотрит Бог. Если Бог смотрит на сердце, то тогда я тоже, мне нужно тогда тоже смотреть на сердце. Вот почему больше всего хранимого храни сердце. Вот почему вникай в себя и в учение. Почему? Потому что Бог смотрит на сердце. Но Господь сказал, но люди смотрят на лицо. И мы ведемся на это. И Самуил даже посмотрел на Ильява, и он посмотрел на лицо, и оно было впечатляюще. Но Господь смотрит на сердце. Поэтому, друзья, нам нужно смотреть тоже туда же, куда смотрит Бог. и сердце Давида было тем сердцем, которое понравилось Господу. И он заметил это сердце. Но вы знаете эту историю, не будем всю читать, эту главу, что подводили второго, третьего, четвертого всех сыновей, и ни одного из них Господь не избрал. И тогда Самуил смутился, и вообще дальше он говорит, сказал Самуил Еесею уже в 11 стихе. Все ли дети здесь? И отвечал Еесей. Есть еще меньше. Он пасет овец. И сказал Самуил Еесею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Еесей, и привели его. Смотрите, до этого момента, если вы не знаете, о каком идет речь, его имя никто не знает. Его, он, меньше, младше, имя нет. Мы, бывает, переживаем, что у нас тоже нет еще имени никакого. Не переживай. О твоем имени еще узнают. И главное, что Господь тебя знает. И ни Еесей отец почему-то не называет его по имени, ни Самуил еще не знает, о ком идет речь. Спрашивает, есть ли еще дети? Да, есть, меньше, давай. И вот приходит, и послали, и привели его. И опять, он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом, и сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взялся мой урок с Елеем, и помазал его среди братьев его, и смотрите, и почивал дух Господи на Давиде. Первый раз имя Давид появилось, когда Господь уже помазал его. Тогда узнали об имени. Так происходит в жизни. Есть какой-то период, когда тебя никто не знает, пока Бог тебя не помазал. Как Бог тебя помазал, так сразу узнали. И так и будет. Но помазание пришло на что? На сердце. На сердце, которое Бог заметил, заметил в этом маленьком, скромном семействе Иесея. И привел его Господь туда. Дорогие, и это для нас сегодня очень важный урок. Это то, о чем мне хотелось снова и снова сделать акцент. Наша жизнь, наше служение, все начинается с нашего сердца. Мы знаем, что впоследствии Давид еще выяснилось, что он хорошо играл на инструментах. Впоследствии мы сейчас не будем открывать эти все места, мы знаем, что он оказывается мастерски бросал камни из прощи. Мы знаем, что он через это этими дарами начал служить. Но что Господь заметил прежде всего? Сердце. Он не сказал Самуилу, иди, я нашел парня, который классно стреляет из рогатки. Я думаю, что нам понадобится, когда нужно будет завалить Голиафа. Хотя выглядит все-таки так, если почитать дальше всю историю, как это ему пригодилось. Иди, я нашел парня классного, искусного, играющего на инструментах. Злой дух будет мучить Саула, надо, чтобы он играл и будет его успокаивать. Господь не сделал акцент на его талант прежде всего, на его способности. Он сделал акцент на сердце. Но посмотрите, как это потом идет вместе. И здесь я хочу, чтобы мы тоже понимали баланс, понимали, что Господь прежде всего видит наше сердце и желает, чтобы сердце было вполне преданно Господу. Чтобы оно было любящее, чтобы оно было горящее, потому что с этого все начинается в нашей жизни. Но потом очень важно, чтобы мы также понимали, а что Бог дал мне, какой Бог мне дал способность, талант, чтобы мы его развивали. потому что согласитесь, что потом мы каким-то образом проявляем свое служение и что-то делаем. Поэтому Давиду, Саулу тоже Самуил сказал, что на тебя сойдет Дух Господен, ты будешь пророчествовать и станешь иным человеком. И потом то, что может делать твоя рука, делай, ибо Господь с тобой. Сперва какие-то процессы внутри, а потом начинай делать. Так и в нашей жизни мы должны убедиться, что прежде всего наше сердце должно гореть для Бога. И мы духом должны пламенеть и Господу служить. Поэтому мы смотрим туда, куда смотрит Господь. Мы смотрим в сердце. Пусть в нашем сердце не будет горечи, не будет обиды, не будет превозношения, гордыни, не будет этих страхов. Пусть наше сердце будет вполне предано Господу. посвящайте свое сердце, влюбляйтесь в Господу, прилепляйтесь в сердце, в сердце, в сердце. Не заботьтесь о том, видят тебя или не видят. Давид не был в депрессии. Написано, когда он его позвали 12 стих, и привели Иесея, и послал Иесей, и привели его. Кого его? Давида. И смотрите, характеристика, он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Вы замечали, что почему-то это место здесь есть? Можно сказать, это просто внешнее описание внешности Давида. Но, знаете, ничего случайного в Библии нет. Если написано там имя, то, значит, это важно, что это имя написано. Даже если там ничего не описывается об этом имени, значит, Бог почитает это, потому что этот человек играл какую-то важную роль. И любое, любое, любое место, это не просто описание. Поэтому это описание внешности Давида говорит о том, о его, а также и внутреннем мире. Потому что, ладно, насчет то, что он белокур, это чтобы мы знали, что он был белокур, хоть у меня нет дара истолкования, что это означает. Но то, что он с красивыми глазами и приятным лицом, у меня есть понимание. Глаза всегда говорят о душе. Глаза – это окна души. Лицо – мы с вами говорили о улыбке. Это тоже очень важно. И, знаете, если бы Давид имел бы неправильное сердце, поверьте, у него бы не было, может быть, волосы бы белые и остались. Но глаза красивые бы точно не были. И лицо бы тоже не было приятным. Ты себя видел, когда ты в обиде, в зеркало? Посмотри на себя, когда ты обиделся, когда ты разозлен, огорчен. Посмотри в свои глаза. Они тусклые, они обиженные. Но когда у тебя сердце веселое, когда у тебя сердце радостное, глаза твои светятся. Аминь. И это очень важно. Друзья, глаза, это очень хорошие, это, кстати, тоже место было очень сильной подсказкой в моей жизни, чтобы проверять себя. Я просто смотрел в свои глаза. Я часто говорю, почаще смотрите в зеркало, почаще смотрите на того человека, который смотрит на вас в зеркало. Пообщайтесь с ним. Спрашивайте, как у него дела, как у него настроение, что с ним. Потому что глаза о многом говорят. И знаете, если бы Давид был с неправильным сердцем, если бы он был такой обидчивый, и представляете, я думаю, что каждый бы мог обидеться, не каждому в семью приходит пророк Самуил. Самуил пришел и сказал, соберите сыновей. Я не знаю, может быть, там по возрасту Давид был слишком юным. Я не знаю причин, почему его не пригласили. Может быть, мы не знаем каких-то исторических фактов. Надо прогуглить это дело, да? Как говорят, сейчас можно все узнать в гугле. Почему? Какого он был возраста? Может быть, по статусу, может, по возрасту. Почему-то он не подходил. Но подумайте, всех пригласили сыновей, его не пригласили. Ему нужно было оставаться со своим стадом. Можно было обидеться. Некоторые люди сегодня обижаются очень сильно, даже из церкви уходят, когда вдруг их не пригласили на день рождения. Когда вдруг они не попали в какую-то, не знаю, там, элитную вечеринку или еще что-то. Бывает, столько есть мелочных причин, что люди так быстро огорчаются, притыкаются. Но, посмотрите, Давид был совсем другим человеком. Он не попал на этот вечер. И если бы он был в депрессии, если бы он был обиженный, и его потом резко бы позвали, сказали, иди, зовут тебя. Я бы скажу, ему было очень трудно собраться. но тут ему сказали, иди, зовут тебя. И он прибегает, и он такой на своей волне, на такой чудесной волне, прибегает, такой, эй, извините, я тут не совсем, знаете, может быть, в брачной одежде, может быть, он не успел переодеться, я не знаю, но он прибежал без комплексов, и он посмотрел на всех, улыбнулся, как всегда, и его красивые глаза все выдали. И Господь говорит Самуилу, это он, помажь его. Друзья, нам кажется, что у меня не очень красивые глаза, потому что они у меня вот такого серо-буромалиного цвета, то есть непонятного какого, то есть у меня были такие карии, как у того, или вот такие голубые, как у нее, какие-то зеленые, слушайте, вот если бы у меня были большие, мы, мы, речь не идет о, это не физическая характеристика глаз, запомните это. Некоторые не нравятся своя внешность, не нравятся глаза, кто-то считает, что у него слишком большие глаза, ой, такие большие глаза, как у коровы, другой, ой, такие маленькие глаза, как у свиньи. Слушайте, перестаньте грешить и унижать себя. Некоторым не нравится своя внешность, не нравятся глаза, не нравится цвет, не нравится размер, это все ерунда. Послушайте, Господь говорит, вся красота твоя внутри. И поверьте, когда твое сердце чистое, Кистое, и око твое светло, светлое. И тогда красота, и свет, который может лучиться из твоих глаз, неважно, какого размера твои глаза, и неважно, какого они цвета, они будут светлые, они будут лучиться Божьей любовью. Аминь. И это характеристика поклонника. Поэтому, дорогие поклонники, не только, которые стоят на сцене и играют, я хочу, чтобы вы все поменяли свой парадигму, мы все поклонники, мы все поклонники. И, дорогие поклонники, давайте следить за своим сердцем, чтобы наше сердце было чистое, и чтобы наши глаза были красивыми, и лица наши были приятными. Аминь. Потому что, почему нет? Так должно быть, потому что у нас великий Господь. И вы знаете, и мы видим потом, что все началось с сердца, но в дальнейшем мы видим, что Давид оттачил свое мастерство. Об этом Библия много не говорит, но мы только знаем характеристику, что когда следующая глава начинается, и даже в этой же главе, когда злой дух возмущал Саула, и он страдал, то в 16 стихе этой же главы мы читаем, он сказал, пусть Господин наш прикажет, это слуги Саула, предложили царю, пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека искусственного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой свою, будет успокаивать тебя. Слушайте, у Саула были мудрые слуги, они видели, что их босс беснуется, им всем так плохо, но они, у них хорошая разведка была, и они уже засекли, и где-то кто-то уже не раз слышал Давида, ведь этот парень-пастух удивительный, мы слышим, он так играет, что ты просто, ааа, тебя накрывает, тебя касается, и знаете, они же ему предложили не просто так, они же уже с умыслом предложили, если они сразу скажут, у нас есть парень такой, ты не хочешь его взять на работу тебе, чтобы он играл, он бы бесну, если бы там, знаете, послал куда-нибудь, а они говорят, прикажи слугам, пусть поищут человека, вот раз, далека, знаете, зарулили, он говорит, ну хорошо, пусть, и отвечал слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне, тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иисея, Вифлемлянина сына, знаете, они ему уже подсунули, они ему продали эту идею, так незаметно, что они уже знали, чего они хотели, они уже увидели этого Давида, они уже засекли, что этот парень просто помазан, какой-то особенный парень, и они сами предложили эту идею Саулу, и Саул ее воспринял, воспринял, что это как бы вот его приказание, он царь, да, хорошо, приказывает, поищите, и сразу же кандидатура Давида всплывает здесь, и тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иисея, Вифлемлянина сына, умеющего играть, человека храброго, и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним, то есть они уже намного больше знали о нем, уже целое досье, они уже все собрали о Давиде, они, конечно, уже знали, что этот парень, понимаете, Господь помазал, я не знаю, может быть, это все в нем заработало, стало открываться еще больше, когда рог с Елеем вылил на него Давид, мы не знаем, но то, что у него было вначале правильное сердце, это номер один, аминь, но потом на это правильное сердце, смотрите, те и таланты, и дары, которые Бог вложил в человека, он также работал над ними, согласитесь, нам нельзя, как бы, знаете, духоманить, главное сердце, вот если я помазан, все будет хорошо, друзья, нет, 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 это только одна часть, потому что другая часть, это то, что теперь, то, что Бог тебе дал, развивай это, ведь я уверен, что с Давидом не произошло так, что Давид, знаете, как в том анекдоте, после аварии человек просыпается и говорит, доктор, доктор, он переломанный был там после аварии, спрашивает, я играть на скрипке смогу? Тот говорит, сможете, сможете, слава Богу, всю жизнь хотел научиться. Знаете, то есть есть такое чувство, что человек думает, что вот он просто, ему сейчас помажут его, и он сразу на скрипке заиграет, вот он помазан, придет помазание, и он сразу запоет, он сразу что-то, нет, дорогие, Божье помазание, благодать, которая приходит на правильное сердце, просто может быть хорошим катализатором и помощью тебе, но, друзья, то, что Бог уже дал нам, а возможно, и я думаю, что Давид уже до того, как был помазан, он практиковал свое искусство, он уже обнаружил в себе способность и тягу к музыке, он играл на этой арфе, он делал инструменты, вы знаете, что впоследствии мы читаем о Давиде, что он вообще имел целую мастерскую, и для музыкантов, которых он организовал, прески недавидовые, чтобы он делал инструменты, и там было много левитов, четыре тысячи музыкантов, играющих на инструментах, и они это увидели, также дальше мы читаем, когда Давиду пришлось прийти, посмотреть на сражение, и он увидел, что там Голиаф уже 40 дней просто издевается, унижает народ, и все живут в страхе, и стоят, и никто не выходит на сражение, он сказал, что я сражусь, я убью этого филистимлянина, что будет, и помните, он пришел к Саулу, Саул на него одел свои все одежды, сказал, ты вообще юный, куда ты собираешься воевать, но он его убедил, то есть Саул увидел в нем такую веру, такую харизму, он знал уже, уже в принципе до этого Давид уже играл на инструментах, и уже Дух Святой утешал, успокаивал Саула, и тут еще вдруг этот Давид появляется и вот говорит, я, Бог был со мной, когда я пас овец отца своего, то и медведь приходил, и лев приходил, и когда похищал овечку, я гнался, я догонял его, я брал его за космос, поражал и избавлял овечку, и Господь был со мной, знаешь, Саул, это не я просто был, это Господь был со мной, и вот как Господь был со мной тогда, когда я охранял стадо отца своего, то неужели он не будет со мной, я верю, он со мной, чтобы и сейчас заступиться за стадо свое, свой народ, Саул послушал, ладно, хорошо, парень, давай, верю, верю, знаете, верю, не верю, вот верю просто, но он ему говорит, на, давай, одевайся во все оружия, на тебе меч, на тебе все это обмундирование, он одевает это и понимает, что это не его одежда, помните, мы с вами говорили, что дайры различные, действия различные, но дух один и тот же, но у нас должен быть один дух, одна вера, одна страсть, одно огромное желание у всех вместе служить Богу, но это будет проявляться по-разному, это будет проявляться по-разному через разные дары, поэтому не надо быть копией, будь оригиналом, и Давид оделся в Сауловой одежде, это же круто, это же по-человечески круто, представляешь, он бы вышел все, вот парень, поднялся же в царских одеждах, он не повелся на это, ему не надо внешне, он понимал, что сила вся не в том, что он внешне, как он выглядит, сила не в этом, сила в том, что внутри его, и сила в том, что Бог дал тебе, друзья, и мы в перерыве говорили с пасторами, о том, вот рассуждали об этом, и я говорю, послушайте, мы все должны осознать, что мы помазаны служить, и очень ценить, кто, что может делать, поймите, меня никак не должно превозносить, и в том, что, например, если Бог меня использует, и говорят, ой, вы так благословены, через ваши песни, через ваши песни, мы там были благословены, Бог меня коснулся, слава Господу, дорогие, но, знаете, там, где Бог использует тебя, там нет меня, там, где ты можешь служить, и как Бог помазал тебя, это особенно, и поэтому я вообще не принимаю никакой славы, когда мне говорят, я ее туда отправляю, пеленгую сразу, я не хочу принимать никакой славы здесь на земле, слава Господу, если вы были каким-то образом благословены, и будете еще благословены через мою жизнь, это Ему вся слава, но я не хочу никакой здесь награды, и знаете, а искушение есть, потому что человек, который в публичном служении, у него есть искушение чуть-чуть все-таки забрать себе славы, ну да, Господу слава, ну мне бы тоже нравится, ну в принципе нравится, ну похлопайте еще чуть-чуть, а что вы все не хлопали, и я уже думаю, уже задумался, что не хлопали сегодня, и мы начинаем вестись, что за ерунда, избавь Господь нас от этого, и я вам скажу, что человек, который порой, может быть, даже его не видно, не публичное служение, но я скажу, что в глазах Божьих мы вообще можем быть шокированы, вы знаете, я думаю, что просто помилуй, господи тех, которые имеют публичное служение, чтобы они не пришли на небо с таким, а вот вам букетик, знаете, потому что Господь сказал, ну вот тебе букетик, и вот там иди, небольшой домик тебе приготовлен, и ты скажешь, а где награда, а что за дворцы там, вот тех ребят, которых я вообще не знаю, ну понимаешь, они там на земле служили, пахали, бомжей спасали, там кормили голодных, и вообще никто их не видит, они никогда им аплодисменты, им никто не давал аплодисментов, а ты всю дорогу, куда ни приедешь, тебе хлопают постоянно, ты уже все сорвал всю награду на земле, я когда думаю об этом, мне хочется сказать, не хлопайте, пожалуйста, оставьте меня на небесах чуть-чуть, серьезно, не хлопайте, шутка, послушайте, потому что на самом деле, поймите, это правда, мы ведемся на эти вещи, мы ведемся на эти вещи, о, как круто, я бы тоже хотел так петь, и чтобы мне все хлопали, хочу быть тоже звездой, как кто-то, зачем, ты что-то не понял, нам нужно понять, что суть-то не в этом, суть совсем не в этом, суть в том, что есть что-то в твоем сердце, и что ты посвящен Богу, и Бог тебя будет, и Бог тебя использует таким образом, как Он тебя использует, и пусть Ему вся слава будет, и я на самом деле думаю, что есть большое искушение у людей, которые имеют публичное служение, и которые много спасибо уже получают на земле, я задумываюсь, чтобы на небе осталось, потому что Писание же нам предупреждает, вы помните, что тот, кто соберет награду здесь на земле, может ее не получить там, а кто здесь не получает много спасибо, там может получить очень много спасибо, когда об этом думаешь, хочется попросить, не надо мне много говорить спасибо, не надо мне здесь сейчас награды, потому что если я сейчас соберу всю награду, все аплодисменты сорву здесь, на земле, то там что-то останется или нет, тот богач, который пиршествовал, помните, как блистательно, он пошел не в то место, он не пошел на луну Аврамова, а тот нищий Лазарь, он пошел на луну Аврамова, не популярная Евангелие, да, но это Евангелие, друзья, это Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, мы сегодня можем хватнуть обочину, я верю, что Господь выравнивает нас из всяких харизматических обочин, нам харизматическое движение, оно должно быть харизматическим, проявляется в дарах Святого Духа, это харизматическое движение, а сегодня харизматами обзывают тех, кто очень много громко кричит или что-нибудь такое делает, слушайте, наша харизматия, она не должна проявляться в наших каких-то внешних проявлениях только, поэтому, друзья, без крайности, я сейчас это говорю специально, чтобы мы себя балансировали и помнили, что Евангелие, которое мы читаем, мы его должны применять, мы его не должны как-то объяснять по-другому, поэтому все на своем месте, я верю в процветание, я верю в благословение, но мы не делаем на это такой акцент, что это главное, мы должны понять, что Бог смотрит в сердце человека, и мы не воспеваем нищету, но если Библия специально делает нам такие контрасты, показывает богача, который идет в ад, и бедняка, который идет на лоно Авраама, мы не должны на это закрывать глаза, правда? Мы должны какой-то делать вывод, вывод какой? Не такой вывод, давайте будем бедняками, а вывод такой, что давайте не присваивать всей славы и не будем эгоистами, а будем служить, потому что проблема богача была не в том, что он богат, а еще о другом богаче, а в том, что он был глупец, когда получил большую прибыль, он сказал, построю новые житницы, соберу это все и скажу, ешь, пей, душа, на многие годы тебе, потому что было все, я, мне, мое, не святая Троица, я, мне, мое, в этом есть проблема, а все должно быть вокруг Святой Троицы, во имя Отца, Сына и Святого Духа, все должно быть для этого, поэтому все Евангелие нам нужно воспринимать, чтобы оно говорит о чем? Оно говорит о сердце, поэтому, друзья, вопрос не в проявлении, потому что и бедный Лазарь мог бы не пойти в лоно Аврамова, если бы лежал в струпьях и ненавидел, проклинал бы Бога и того богача, точно бы не пошел на небо, аминь, и точно, и этот же богач, который был бы богатым и строил бы синагоги и кормил бы голодных и был бы в числе Корнилия, который язычник, но молился Богу, давал милостыню, и ангел Господень пришел ему и сказал, парень, призови апостола Петра, он тебе лично будет проповедовать. Круто? Есть другой пример, поэтому поймите меня правильно, я сейчас говорю о том, что вся суть не во внешних проявлениях, в богатстве или нищете, а в сердце, в мотивации, в позиции сердца, поэтому мы не воспеваем ни нищету, ни богатство, потому что ни то, ни другое, ничто в глазах Божьих, потому что людям свойственно определять, устанавливать стандарты и критерии успеха. Если ты богат, это круто, если ты беден, лузер, неудачник, откуда ты взял? А бедная мать Тереза, она заключила, как католическая монашка дала обет безбрачия и бедности, но я думаю, что каждый, много президентов имели за честь, хотели с ней встретиться и пообщаться. Все очень относительно. Она была, через нее проходили миллионы, да, на ее личном счету ничего не было, она ходила в простой одежде, ей ничего не нужно было, но она встречалась с вельвиками, мира сего стала обыкновенная маленькая албанская женщина, метр пятьдесят. Почему? Потому что там было сердце. И в ее фонде потом миллионы, миллиарды проходили. И поднялось целое огромное движение сестер милосердия по всему миру из-за ее сердца. Поэтому, друзья, какие критерии, кто устанавливает критерии стандартов, стандартов успеха, критерии успеха, кто? Внешние обстоятельства, мир, еще кто-то? Друзья, только он, который смотрит на сердце, однажды скажет свое слово. И давайте этим руководствоваться. Давайте этим руководствоваться. Будем смотреть туда, куда смотрит Господь. Я точно знаю, что если твое сердце будет правильным, небесные локаторы обязательно заметят это сердце. Очи Господа обозревают всю землю и заметят. И нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И обязательно Бог помазывает каждого человека, чье сердце вполне предно ему. И это номер один по приоритетам. Вторая наша ответственность. Теперь то, что я могу делать, я должен делать от души, как для Господа. Чем Бог тебя наделил? Используй все свои таланты. И поэтому Саул одел царские одежды и по-человечески это было круто выйти в оружие царя с царским мечом, с царским щитом. Но он сказал, Саул, извини, я не привык к этому. Можно я сделаю это своим методом? И он вышел. И что у него было хорошо получалось? У него было хорошо метать камни из прощи. Я не думаю, что он это решил первый раз. Знаете, нам кажется, водительство Божье это такое, Давид сказал, Бог, хочешь ли ты, чтобы я убил этого Голиафа? Он сказал, да. Что я должен сделать? Он, иди, куда, туда, к ручью, что делать? Бери камни, зачем? Будешь бросать. Куда? Я не знаю, никогда будешь бросать, попадешь. Не такое было водительство. Аминь. Водительство было в том, что Господь говорит, что ты можешь хорошо делать? Камни бросать. Иди и срази. Иди, пойди и с этим сразись. Поэтому, друзья, сердце и позиция сердца номер один. Второе, что я могу делать? Хорошо, делай и развивай. Потому что я верю, что Давид, прежде чем убил Голиафа, он тысячи, тысячи бросков делал из прощи. Может быть, когда пас овец, он, может быть, тренировался, может быть, ставил себе на дереве какую-нибудь мишень и добивался, чтобы из десяти раз, десять раз попасть в мишень. Аминь. Сегодня, когда смотришь на Олимпиаду, смотришь на спортсменов, восхищаешься, когда они делают такие, бывают, потрясающие трюки. Вчера, поздравляю, кстати, россиян, то, что по фигурному катанию мы взяли золото и серебро. Два призовых места. Аминь. И вы знаете, когда ты смотришь на это мастерство, как люди катаются на льду, что они вытворяют, как они это все делают, ты понимаешь, какая цена, какие усилия, сколько времени, сколько тренировок. Да? Поэтому везет тем, кто везет. Да? Да благословит вас Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!